Вы знаете, сегодняшнее видео наверняка откроет вам совершенно новый подход к приобретению косметики. По крайней мере для меня это было огромным открытием. И сегодня мы с вами детально поговорим о конкретно тенях. Но этот метод можно применить абсолютно к любому подразделению в косметической сфере. И дальше вы поймете о чем я говорю. И давайте я начну немного сдалека для того, чтобы объяснить весь смысл этого подхода. На самом деле в косметической сфере не существует какого-то единого стандарта по объему косметики, который вам предлагается за единицу. Ну то есть да, мы привыкли, что в тональных основах это чаще всего 30 мл. То есть все баночки, грубо говоря, практически все баночки это 30 мл продукта. Конечно здесь же бывают и исключения. Мы можем получить как меньше продукта, если он упакован зачастую в какую-то более странную упаковку, типа кушена или какого-то стика или ручки. Или наоборот мы можем получить больший объем, если это, например, тональная основа для лица и тела. Но тем не менее, все равно мы более или менее привыкли к тому, что стандартный объем тональной основы это 30 мл. Но, к сожалению, этот стандарт практически больше ни к чему не применяется. То есть что касается консилеров, теней, помад, подводок и так дальше и тому подобное. То есть каждая упаковка имеет свой уникальный объем и зачастую мы эту информацию игнорируем, даже не смотрим, потому что мы видим тюбик и из этого делаем как бы свои выводы, насколько там много или мало продуктов. И каждый производитель пытается создать иллюзию того, что вы получаете много продуктов в какой-то определенной упаковке. Это касается и двойного дна, когда делаются там большие такие колбы стеклянные с двойным дном, то есть баночка получается очень большая, но в то же время продукта там в середине очень мало. То же самое касается и блесков для губ, то есть может быть упаковка какая-то очень длинная, она, например, очень тонкая или очень, скажем так, из плотного пластика, что в середине на самом деле помещается совсем немного продукта. И то же самое я решила проверить и с тенями, потому что тени это, наверное, самая такая хаотическая категория, то есть палеток теней и однушек теней настолько много, что вариации могут быть какие угодно, то есть от вот такой вот малюсенькой ячейки с тенями до достаточно уже больших таких ячеек с тенями. Но что самое интересное, даже вот когда мы смотрим на однушки теней, допустим, если взять однушку теней MAC, однушку теней Colourpop, например, и однушку теней Makeup Geek, то визуально вообще они ничем не отличаются. Вот я на них смотрю и вижу абсолютно одно и то же. Одинаковая ячейка, одинаково она заполнена, одинаково все выглядит, но тем не менее у всех этих продуктов разный объем. Да, конечно, разница там не глобально большая, но тем не менее она есть. И я решила копнуть немножко дальше и посмотреть на все свои палетки теней, по крайней мере самые такие ходовые палетки теней, которые есть у меня в коллекции. И я решила рассчитать стоимость теней за 1 грамм. То есть не стоимость палетки я беру во внимание, а стоимость как бы формула этих теней в этом конкретном бренде. То есть если, к примеру, я беру палетку Too Faced, то я вижу здесь, что есть 9 оттенков теней, но если посмотреть наоборот этой палетки, то здесь написано, что 3 ячейки с тенями здесь по 2 грамма каждая, и 6 ячейок теней здесь по 0,9 грамм каждая. На компьютере я составила таблицу, уже все посчитала. И что касается конкретно этой палетки теней, то тени сделаны здесь в США. Официальная стоимость их 36 долларов. Всего вы получаете 11,4 грамма в этой палетке теней. Получается, что за 1 грамм вы платите 3 доллара 16 центов. И в моей коллекции теней, на самом деле, цены бывают абсолютно разные. Самые дешевые тени, которые у меня только есть, это Morphe палетка. Она стоит 19,99, и в ней аж 56,2 грамма теней. Получается, средняя стоимость за грамм, вернее, стоимость за грамм этих теней получается 36 центов. Что же касается моей самой дорогой палетки за грамм теней, то здесь меня эта информация очень сильно удивила. Это вот эта вот малютка, Lorac Pro Matte. Здесь всего-навсего 8 оттенков теней. Она очень маленькая, такая компактная. Здесь я получила просто мизерный объем теней. Общий вес составляет всего 4 грамма. И стоимость этой палетки, я сейчас посмотрю, 28 долларов. Получается, что за грамм эти тени стоят 7 долларов. Но, если мы возьмем эту марку в целом, вы знаете, что тени Lorac я очень люблю, и у меня практически вся коллекция теней Lorac. Если взять вот эти две палетки Lorac, то здесь опять-таки возникает очень много вопросов. Во-первых, потому что, опять-таки, они выглядят идентично. То есть, если их открыть, ячейки выглядят абсолютно идентично. Одинаковое количество теней здесь вы получаете. Но, в то же время, в первой палетке, которая вот эта вот красненькая, это Lorac Mega Pro, она первая была выпущена. Здесь вы получаете общий вес теней 17,6 граммов. Когда во второй версии, которая была выпущена через год, вы получаете уже 12,8 грамм теней, что, в принципе, значительно меньше, чем было в первой, а цена осталась точно такой же. И третья палетка, кстати, тоже по объему точно такая же, как и вторая. Поэтому они таким образом уменьшили общий объем теней, которые они вам дают, но цену при этом оставили ту же. В общем-то, я думаю, что общий посыл вы мой поняли. И вот мне интересно, играет ли для вас эта роль, сколько вы в объеме получаете. Мне кажется, что особенно это важная информация для визажиста, потому что визажисту очень важно правильно вложить свои деньги, чтобы получить максимальное количество продукта за какую-то определенную сумму, потому что этот продукт будет использоваться, он будет расходным материалом, и, соответственно, можно сформировать цену за свою услугу, в зависимости от того, насколько быстро расходуется тот или иной продукт, на каких продуктах в целом работает визажист. Но также мне кажется, что эта информация достаточно интересная и для обычного покупателя, который не коллекционирует косметику, а вот просто для него важно хорошо вложить свои деньги, купить какую-то хорошую достойную палетку, даже внутри какой-то одной линейки пускай. Вот даже если мы возьмем Лорак, можно высчитать среди всех палеток Лорак, какая палетка будет самым лучшим вложением денег, и, возможно, на ту больше всего обратить свое внимание. Вот мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите свои мысли в комментариях, важно это для вас или, наоборот, совершенно не важно, и вы больше смотрите на стоимость палетки, чем на граммы, и вас это абсолютно не интересует, сколько вы продукта получаете, для вас главное, что вы платите определенную сумму, и вы решаете, можете ли вы эту сумму заплатить за этот продукт или нет. На этом видео я буду заканчивать, очень буду ждать ваших комментариев внизу, потому что тема остается открытой, и мне хочется ее обсудить вместе с вами. И если вам эта тема понравилась, то поставьте мне обязательно палец вверх, подпишитесь на мой канал, а если вы уже подписаны, то не забудьте нажать колокольчик возле кнопки подписаться, таким образом YouTube 100% вас будет оповещать о выходе моих новых видео, и вы их в будущем не будете упускать, иначе они в ваших подписках могут не показываться, если YouTube решит вам их не показать. И на этом я буду с вами прощаться, до встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова